Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, я художник, пишу картины маслом. Сегодня я хочу показать вам, как я пишу розы маслом. Это моя авторская картина. Я пишу уже третью копию на эту тему. И вот я решила показать вам, как я это делала. Вот вы видите палитру, на которой основные цвета. Теперь я беру и делаю замесы для предварительной последующей работы. Вот мы уже замешали светло-фиолетовый. Теперь делаем бордовые оттенки. Немного светлее, немного темнее. Для того, чтобы потом у нас цветы были живописными, интересными, разными-разными оттенками. Кармий желтый смешиваем с белилами, титановыми. Добавляем розовую, получаем кремовый, нежный оттенок. Все тщательно перемешиваем до однородного цвета. Опять розовый, опять светло-желтый. Еще один из светлых оттенков. Берем оранжевую, добавляем красную. Получаем средний оранжевый оттенок. Чем больше мы смешиваем красок, тем интереснее получаются потом разные оттенки. Которых в готовом виде или не существует, или надо купить очень много краски, чтобы получить такое разнообразие разных оттенков. Берем фиолетовую, светло-фиолетовую. Добавляем белила. И с примесью красного, который оставался на палитре, у нас получается нежно-фиолетовый оттенок. Итак, оттенок за оттенком намешиваем. Для последующей работы готовим себе замесы. Тщательно перемешиваем. Получаем средний оранжевый. Берем фиолетовую, добавляем красно-фиолетовую. То есть голубую, добавляем красно-фиолетовую. Получается такой фиолетовый нежный оттенок. Я его очень люблю и часто использую в своих работах. Теперь берем опять голубую, добавляем белила. Получаем нежно-нежно голубой оттенок. Переходим к замешиванию зеленых оттенков. Я никогда не использую готовые зеленые оттенки в готовых красках. А люблю смешивать из разных оттенков синего и желтых. То есть я покупаю несколько оттенков желтого, 3-4 от темно-желтого до лимонного. И также синий беру темно-синий, беру ультрамарин, беру голубую. И потом вот с этих красок можно намешать очень интересные оттенки зеленого. Сейчас делаем темно-зеленую с примесью фиолетовой для темно-темно-зеленого оттенка. Ультрамарин, желтый, светло-желтый. Получаем средне-зеленый. Протираем палитру. Как видите, места осталось уже мало. А надо еще сделать несколько замесов. Берем красный, добавляем белила, чтобы получить нежно-нежно розовый. Этим оттенком и последующим будем делать блики на розах. Вот готовая заготовка, которую я предварительно загрунтовала акрилом. Это картонный холст. Я его проработала тоже разными оттенками акрила. Так будет удобнее работать. Уже есть некоторая текстура, есть какой-то цвет, который служит нам как подложка для будущей работы. И вот мы широкой кистью наносим хаотично мазки разноцветные. Снизу, по моей задумке, темные оттенки. Вверху светлые. То есть свет у нас будет падать сверху. Соответственно, тень получается снизу. Середина фона тоже у нас остается светлой. Для того, чтобы потом цветы как бы подсвечивались изнутри. Получается такой интересный эффект свечения. Работаем быстро. Мыкаем каждый раз в тройник. Для того, чтобы фон не был очень текстурным. Траник у меня состоит из растворителя, длиного масла и лака. Лака по пропорции я делаю очень много. Для того, чтобы картина быстрее сохла. И так для меня лучше работать. Потому что в процессе она подсыхает. И легче наносить мазки. Очень много. Это немного больше, чем растворителя или иного масла. Которые идут в одинаковой пропорции. Лака где-то на процентах 20-30 больше. Вот мы наносим мазок за мазком. То высветляем, то немного притемняем. Меняем оттенки. Это можно делать в любой последовательности. В любом порядке. Можно делать даже не задумываясь особо. Но надо соблюдать, что снизу у нас все-таки цветы будут подсвечены. То есть если мы полностью затемним, то потом цветы сольются по цвету с фоном. Это надо учитывать. Стараемся делать интересную текстуру. Вот я беру веерную кисточку и начинаю стушевывать, сплавлять мазки, которые я только что сделала. Для того, чтобы фон был более плавным и не таким выразительным, как в последующем будут основные цветы. Кисточкой работаем легко, легкими движениями, где-то нажимаем сильнее, где-то полегче. В зависимости от того, какого эффекта мы хотим добиться. Беру тоненькую кисточку, очень тоненькую. И провожу легкими движениями хаотичные мазки. Какой-то такой хаотичный узор. Вот как рука движется, так оно и получается. Это для того, чтобы картина была более интересной, стилизованной. Эти мазки придают какой-то, на мой взгляд, таинственности картине. Это, конечно, очень маленький формат для такой работы. Но тоже в последующем получилось неплохо. Работаем кисточкой. Каждый раз вытираем. Берем мастихин и процарапываем. Приблизительно такие же движения делаем, как кисточкой, только мастихином. Тоже какие-то зигзаги, какие-то линии. Это тоже очень интересный эффект. Теперь берем мастихин и уже ложим в мазки более густые. Мастихин. Берем масло на мастихин. Немного и немало. Где-то среднее количество, если можно так сказать. То есть пока не очень густо ложим, но и уже не тонко, чтобы уже проявлялась какая-то фактура. Пока работаем еще с фоном. Никогда не спешим к основному рисунку. А сначала тщательно, хорошо прорабатываем фон. Чтоб потом не пришлось к нему возвращаться. Когда уже будут готовые цветы, будет какой-то сюжет. Лучше к фону не возвращаться. Потому что теряется эффект. Берем опять тоненькую кисточку. И опять прорабатываем теми же движениями. Легкие линии и зигзаги. Продолжаем стилизацию. Такой двойной эффект создает 3D эффект, можно так сказать. То есть картина потом не будет выглядеть плоской. Рисунок будет более объемным, даже на фоне. И начинаем работать с цветами. Делаем первый цветок мастихином. Серединку делаем темной. Потом начинаем прорабатывать бутон. Добавляем еще оттенки, если нет готовых замесей. Цветок формируем, стараемся формировать сразу. Чтобы не возвращаться по нескольку раз к одному и тому же месту. То есть цветок у нас должен получаться практически сразу же. Прорабатываем каждый лепесток. Сложим тени где надо. Где надо посветлее. Делаем посветлее. Работаем легко, спонтанно. Каждый видел розу и знает, как она сложена. То есть у нас получается бутончик и на него закручивается каждый листочек. Вот мы стараемся повторить что-то подобное. Особо не заморачиваемся. Главная наша задача, чтобы картина была живописной. Чтобы цветы были живописными, интересными. Надо их вырисовывать. Создаем блики. Блики должны быть разных оттенков. Тогда цветы будут красочными, яркими. Если у нас красная роза, то не обязательно блики должны быть тоже светло-красными или белыми. Они могут быть и с фиолетовым оттенком, и с ярко-желтым, любым оттенком. То есть не придерживаемся никаких правил, никаких принципов. Как нам хочется, так и рисуем. Но соблюдая, конечно, какую-то форму. Чтобы это было понятно, что это роза, что это цветок. Но делаем так, как нам велит душа. Нам хочется положить сюда этот лепесток. Мы его сюда положим. Если нам что-то не понравится, уберем его тем же мастикином и положим другой мазок, который, возможно, будет лучше. И вот так работаем над всеми цветами. Цветок у нас будет, цветочков у нас будет 7. Поэтому поработать будет мягче. Каждый раз меняем оттенки. И создаем мазок на мазку, создаем бутончики. Я думаю, что дальше комментировать пока не надо. Все видно. Так что пока смотрите, наблюдайте. Будем создавать цветы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Где источник света, делаем листочки посветлее. Нам надо разнообразие цвета, буйство цвета, чтобы картина получилась красочной, яркой, незабываемой. Все делаем мастихином. Так как и цветочки, так и лепесточки, все прорисовываем мастихином. Мы как бы лепим рисунок, не рисуем, а лепим из мазков, отдельных мазочков, но в темных, к светлым. Ребром мастихина мы делаем веточки для листьев. Прорабатываем каждый листочек. Смотрим, чтобы композиция получалась интересной. Эта картина, это импровизация. Поэтому листья могут располагаться как нам угодно. И композиция из цветов может тоже быть совершенно другой. Вот как захочется в душе, так и можно делать. Розы тоже могут быть разнообразных оттенков. Также это могут быть и не только розы, какие-то другие цветы. Главное понять принцип. И на основе этого можно создавать очень много интересных композиций, интересных картин. Внизу у нас листья потемнее. На темном фоне мы делаем посветлее листья, чтобы они выделялись, чтобы их было видно. На светлых участках фона делаем потемнее листья. Опять же для выразительности. Работаем мастихином легко, свободно. Особо не задумываясь, не заморачиваясь. Можно вообще ложить как бы абстракцию. Абстракцию, то есть листочки не делать, чтобы это было видно, что это листочек. А просто какие-то мазки. И тоже будет интересно. Возвращаемся к цветочкам. Теперь, когда у нас уже есть основная композиция, когда уже мы видим картину целиком, можно поуточнять цветы. Подобавлять бликов, каких-то оттенков. Чтобы они у нас еще больше заиграли цветом. Старайтесь поменьше использовать белил. Особенно на красных цветах, там бордовых, каких-то красных оттенков. Больше добавляйте желтоватых. Они поярче смотрятся, чем просто белые. Это что до бликов. Еще добавляем какие-то теневые участки. Мы видим, что цветы как бы немножко потерялись. Значит, надо добавить тени, чтобы они были более выразительные цветы. Тени также придают объем. Вот мы снова берем тоненькую кисточку и опять начинаем стилизацию нашей картины. легкими движениями. Мыкаем белила. Делаем смесь довольно-таки жидкой. И делаем такие хаотичные блики. Полосочки, зигзаги. Где-то что-то корректируем, если нам не нравится, как лег мазок. уточняем, добавляем. Дорабатываем еще какие-то участки, где нам показалось, что чего-то не хватает. То есть мы уже на финише. Картина почти готова. Остались кое-какие мазочки. Хотя можно было и уже остановиться, но пока душа просит. Но, конечно, не надо увлекаться. Если очень увлеклись рисунком, то живопись начинает пропадать. Рисунок тогда становится скучным, интересным, очень фотографичным. Я люблю, чтобы картины были фактурными, неживейными, интересными. Вот мы еще додаем. Добавляем блики. я подписываю старой ручкой, процарапывая на холсте. И вот уже готовая картина. Цветы получились красочными, яркими, сочными, фактурными. Цвета тоже красочные, зеленых много оттенков, от синего к светло-желтому. Розы тоже у нас многогранные, многоцветовые, фактурные, вылепленные с 3D-эффектом. В таких картинах фон можно использовать разный, какой вам только захочется. Ну и цветы прорисовывать тоже как душа захочет. Главное, чтобы они были фактурными и яркими. Если вам понравилось, подписывайтесь,